Ну давайте продолжим. Итак, мы с вами сегодня закончим с функциями Липунова, наконец-то. Но для этого мы должны, но про устойчивость еще буду говорить, значит, до этого мы должны решать задачку. Но напомню, что мы с вами, значит, вот с помощью метода Липунова исследуем устойчивость круговых орбит, ну, например, планетарных или орбит спутников. Ну сюда же можно, например, отнести движение звездной системы больных звезд вокруг центра массы. Вот. Ну и, значит, мы с вами нашли инварианты. Вот сейчас я их выпишу. Значит, то, на чем мы остановились, это поставили инварианты для нашей системы, то есть функции, которые не изменяются в процессе движения. Итак, i1, x, значит, это первый вариант. Ну я вот сразу пишу в смещениях, в отклонениях от равновесия. Значит, вот x – это как раз отклонение от равновесия. Значит, как равновесие задается, мы с вами говорили. Значит, это вот такая штука. x2 в квадрате плюс r0 плюс x1 в квадрате на x4. Значит, плюс x1 в квадрате на x1 в квадрате. И умножить на омега, то есть весь косимус, да, умножается на омега плюс x5, тоже в квадрате. Так, и минус равновесия, его значение нам тоже понадобится. Ну это, да, ну это – это повышение равновесия относительно отклонений. Значит, это вот что такое. В квадрате омега в квадрате минус 2 минус… Так, плюс, скажу, да? Минус n на r, да? С минусом будет я списывать? Да, минус. Значит, притешение… Ну, притешение значит минус. Да? Всё, то есть минусом, да? Ну, тогда и здесь минус. Ну, и даже функция Лагранжа у нас вычитается… Это не функция Лагранжа, а функция Лагранжа мы вычитали. Да, функция Лагранжа вычитали, там плюс. Минус, ну, не так… Так, так… Ну, вот, Q у нас… Так, хорошо, тогда… Я не знаю, как оно… Да? Значит, давайте тогда найдём корень проблем. То есть, вот Q я писал или нет? Или я сразу Q килограмм написал? Сразу, да. Сразу, да. Ну, вот, значит, отсюда и проблема. Значит, Q надо тогда с минусом взять, чтобы у нас действительно было притешение. Тогда, значит, везде от плюсы на минусы давайте исправить. Значит, функция Лагранжа плюс стоит. И, соответственно, минус. Ну, вот. Значит, и здесь тогда минус. Значит, и 2 от x, это уже второй вариант, это значит одно, по сути дела, это обобщенный интенс, R0 плюс x1 квадратик на косинус квадрат x3, значит, омега плюс x5. Омега плюс x5. Значит… Ну, кстати, вот, обратите внимание, сразу же, да, для нас это, как бы, ну, такой, небольшой ориентир. Вот здесь вот этот член омега плюс x5 верит x2, а тут в первой степени, да. То есть второй вариант как бы на порядок ниже, да. Значит, и 2 от x2, соответственно, это R0 квадрат на амега. R0 квадрат на амега. Вот, значит, вот эти вещи являются этими вариантами, и мы из них должны, пользуясь, ну, вот, способом, который предложил Читаяц, да, построить функцию Липунова. Ну, напомню, что вот Читаяц предложил строить функции Липунова, значит, в виде комбинации инвариантов и квадратных инвариантов. Ну, конкретную общую формулу я писал тоже, теперь не буду ее писать, а мы вот сразу в нашем частном случае будем строить. Так, ну, давайте, значит, ищем функцию Липунова в следующем виде. Значит, V равно. Ну, значит, там всякие коэффициенты у нас были, множители, которые мы должны находить. Вот один из множителей, альфа-1, мы договорились выбирать равным единицам. Значит, это можно всегда так делать, ну, просто как бы поделив на это альфа-1, да, в ходе части. Тогда тут у нас единицы, а остальные коэффициенты переобозначены. Значит, это будет и, значит, и 1, так и 0, так и 0. Разность первых двух вариантов, значит, плюс... Ну, давайте альфа-2 обозначим за альфа. Значит, плюс альфа и 2 минус и 2 от x, 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 и 2 от x. То есть разности квадратов, точнее, да, разности квадратов. Но мы с вами уже отмечали, что вот и 2, как бы, вариант более низкого порядка, да, чем и 1. То есть вот тут вот первая степень, x5 была бы, да, а тут вот вторая степень, да. Значит, поэтому мы давайте выдвинем гипотезу, что при построении функции Липунова в это, можно ограничиться в квадратичных членах только и 2. Ну, на самом деле, это гипотеза, значит, мы ее должны проверить. Действительно, мы можем таким образом функции Липунова построить, но давайте вот будем строить в таком виде, значит, вот берем тогда β1, равное 0, а β2 обозначаем как β. Тогда значит β тут будет, и 2 от x в квадрате минус и 0. Вот так, и 2, 0 от меня в квадрате. Вот так. Вот, значит, будем искать в таком виде функцию Липунова. Ну, дальше что нам надо сделать? Вообще говоря, вот прямо брать в таком виде и поставлять сюда n-варианты, и вот с той функцией Липунова, которая получится работать, это уже видно, что тут неконструктивно. Дело в том, что заранее у нас вот за счет косинусов и нечетных степеней, ну, вернее так, косинус это в квадрате, да, а вот нечетные степени есть у нас, да? Вот. За счет нечетных степеневин вариантов видим, что β2 у нас не знака постоянная функция, не знака постоянная. Вот. Ну и если тут косинусы будут стоять, то непонятно, что с ней делать. Мы на самом деле хорошо умеем работать только с полиномами в функциях Липунова. Вот. А вот с какими-то другими функциями, там, косинусом, в частности, тем более в квадрате, как-то непонятно, что делать. Но нам, собственно, косинус сами не нужен. Дело в том, что нас интересует устойчивость относительно малых отклонений. То есть все вот эти х, да, они считаются малыми. Вот. Ну, в пределе бесконечно малыми. Вот. И поэтому, вот, учитывая малость отклонения, мы можем разложить в ряд, значит, косинусы, ну, вот эти вот дроби и так далее, да. Ну, ограничиваясь квадратичными членами разложения, да. То есть учитывая первые и вторые степени в разложении. То есть надо, чтобы функция Липунова была квадратичной формой. Поэтому мы вот до второй степени раскладываем ряд. Ну, давайте вспоминать, значит, вот у нас косинус х3, да. Мы можем записать, что это равно, приближенно давайте, приближенно, да. Значит, единица, что тут? Минус х3, х3 в квадрате пополам, да. Тогда косинус квадрат х3, значит, опять-таки приближенно, ну, это вот, вот это в квадрат должны возвести. Но, поскольку мы квадратичными членами ограничиваемся, да, то это будет, значит, единица минус х3 в квадрате, да. Дальше. Дальше у нас вот и 2 в квадрате, значит, будет косинус в четвертой, да. Вот когда возводим квадрат, и 2 будет косинус в четвертой. Значит, ну, косинус в четвертой, ответственно, да, это приближенно, ну, опять единица минус х3, да. Я вот уже разложение подставляю. Х3 в квадрате единица минус х3 в квадрате, да, и, значит, это приближенно единица минус 2 х3 в квадрате, да. Да, уголовное произведение. Вот. Ну вот, теперь у нас есть вот такая функция. так, мю, так, мю, так, мю, так, мю. Что это тут? А, нет, мю, да, то есть мю. Значит, мю поделить на r0, r0 плюс х1. r0, да. ну, легко опять-таки разложить в ряд. Что здесь получится? Ну, например, можем вынести там мю на r0 за скоростью. А, тут получится дробь единица плюс х1, r0, да. И это будет вот такое разложение. Значит, минус r0, здесь единица, минус х1, r0, плюс х1 в квадрате, r0 в квадрате, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, нам квадратичных членов достаточно. Значит, вот у нас... Вот это, значит, мюнкер 0 плюс х1, это приближенное у нас мюнкер 0, мюнкер 0, значит, минус х1, r0 в квадрате, значит, плюс минус х1 в квадрате, r0 в квадрате. Вот так. Ну и ещё нам понадобится одна формула, что r0 в квадрате омега в квадрате равно минус х1, да? Так. Это мы получали и рассматриваем равновесие киона орбите. Вот. Ну вот. И теперь дальше, ну что нам надо сделать? Взять и подставить вот эти разложения вот сюда, привести подобие. Так, ну надо это подробно делать? Вот это не так интересно. А? Не так интересно, давайте. Ну да, я вот тоже думаю, надо на чём-то более интересном сосредоточиться. Я как бы это всё проделал, проверил, так что и вы можете проделать, проверить. Вот, значит. Ну, то есть эта задачка, по сути дела, школьная – привести там выражение к заданному виду. Вот давайте я действительно этот заданный вид. Значит, итак, подставляем все варианты сюда, там, разводим квадраты, ограничиваемся квадратичными членами по отклонению, приводим подобные, в результате V получается вот такой вот функции. Вот, понятно, что надо сделать, да? То есть тут, ну, зачисление знакомое, значит, V получается вот такой. Сейчас я объясню обозначение сразу в хороших обозначениях, пишу вот гамма. Дальше тут 2r0, омега, х1, гамма – это коэффициент трилинейных членов. А линейных тут только х1 и х5, r0 квадрат х5. Вот линейные члены в гамма собираются. Значит, ну, кстати, там всякие и один от нуля, и два от нуля сокращаются, да, поскольку вот там стоят разности. А мы можем всегда выделить в квадрате вот, допустим, ну, или вот V1, да, вот эту разность можем. То есть записать вот и один от нуля плюс вот все остальное, так вот, ну, только все остальное учитывая. Вот. Плюс омега, опять гамма, значит, минус 3 омега плюс 4 бета в второй квадрате омега, х1 в квадрате. Ну, так, давайте здесь вот сразу еще напишем вот такое слагаемое, тоже, которое гамма содержит, 2r0, гамма плюс 2 бета, r0 квадрате омега, х1, х5. И, значит, минус, 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 r0 квадрате омега, гамма минус омега, х2 квадрате. Так, это все, что у нас гамма содержит, и плюс вот еще члены, которые гамма не содержат. Это вот такие члены, значит, х2 в квадрате плюс r0 в квадрате х4 в квадрате плюс r0 в квадрате где гамма, значит, 2 омега плюс альфа плюс 2 бета, 2 бета, r0 квадрате, в квадрате омега. Вот что такое гамма. Ну, значит, вычисления несложные, хотя они несколько, так сказать, длинные. Тем не менее их можно проделать, даже школьник может проделать. И получается такой результат. Ну вот давайте проанализируем, проанализируем то, что у нас получилось. Ну, во-первых, у нас есть линейное слагаемое. Как бы мы ни пытались, мы не можем это линейное слагаемое с помощью подбора коэффициентов сделать знакоопределенным. Поэтому мы требуем, чтобы это слагаемое отсутствовало в функции В. А оно отсутствовать будет, когда что? Когда гамма будет равняться нулю. Значит, гамма равно нулю. Это требование отсутствия линейных слагаемых. Ну, отсюда сразу, значит, получаем, что у нас функция Рикунова. То есть, вот смотрите, сразу же у нас и функции Рикунова специально тут гамма выделена в скобочках везде, да? То есть, вот эти слагаемые, то есть, вот эта гамма, где тут стоит, тоже замерляется. И, значит, видно, что функции Рикунова можно распить на две части. Одна часть не содержит β, а другая часть содержит β. После того, как гамма у нас замерляется, да, у нас остается один параметр, это β. Ну, а гамма замерляется, когда у нас α там, да, α и β связаны на определенном образе, да, между собой. Значит, остается β только. Ну и тогда, значит, мы можем записать, что В у нас, В это В1 плюс В2. Где? В1. В1. Это то, что не содержит β. Значит, это что у нас будет? Ну, вот, по сути дела, вот оно, да, вот эта нижняя строчка. А ну, так, вот давайте я ее прямо вот так напишу, да, и будем переписывать. Вот нижняя строчка, это у нас, да, и еще, да, еще вот плюс вот это, да, x3 надо у нас, да? Так. 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 Я вот тут когда, так, сейчас, немножечко. да, то есть не нижняя строчка, а вот тут в этой местке у нас, а вот это вот, x3, да, 2. Значит, пишем Vx, значит, это x2 в квадрате, x2 в квадрате, так, плюс, значит, r0, r0, вот видите, тут минус, да тут минус, да? r0 в квадрате, r0 в квадрате, r0 в квадрате на x4 в квадрате. Вот это V1 не содержит β. Теперь V2, значит, V2, V2, ну, это вот что такое, значит, ω в квадрате, да, то есть это член с x1, который, ну, я вот тут минус, так, ω вношу за скобку и меняю, значит, как порядок слагаемый, значит, это 4β r0 в квадрате, да, минус 3, так, это на x2 в квадрате, значит, плюс 4 r0 в квадрате, в квадрате, значит, плюс 0, вот здесь минус 1. И вот здесь минус 2, так, плюс 0, в квадрате, да, минус 2. Вот это, да, минус 2. Нет, подождите, подождите, это член при x1, да, квадратный, вот почему вы живы, а, так, а вы про какой член вы живы, вот этот, да, корной, так, корной, а, тогда же быть в кубе я тут, так, тогда же быть в кубе, в кубе совершенно верно, все нормально, значит, b0 в кубе, ломика бета, x1, x5, значит, плюс, плюс, b0 в квадрате, плюс, значит, b0 в квадрате, на x5 в квадрате, вот, второе слагаемое, ну, теперь смотрите, значит, v1, у нас положительно определенная форта, так вот, не отрицательная, что еще что-то нужно? Значит, то есть, v1 больше либо равно нуля, причем 0 достигается в равновесии нуля, да, вот, а, значит, а для того, чтобы теперь, для того, чтобы v было положительно определенной формы, надо, чтобы и v2 было положительно определенной формы, да, тогда вся сумма у нас будет положительно определенной формы, ну, а как, значит, v2 сделать положительно определенной формы, что для этого должно выполняться, чтобы v2 было положительно определенной формы? Это квадратичная форма, да, и когда она положительно определенная, в равновесии, ну, в критерии сигнестров, значит, должны быть положительными в равновесии, ну, значит, что мы получаем? Итак, вот, первое условие это, ну, давайте, ну, значит, вот там, ну, пишем, ом2 4b это 0 в квадрате минус 3 и x1, то есть, и, ну, ну, кстати, отсюда можем сразу найти β, да, значит, то есть β у нас должно быть больше чем, что там, 3, 3, и, да, 3 четвертых, да, 3 четвертых, да, 1 на ом2 и α в квадрате, да? ом2 на n в квадрате, да, вот так, ну, так, а, ом2 сократится, да, без ом2, да, ом2 же общей множественной, да, значит, 1 на ом2, значит, 1 на ом2, ну, и вторая форма, значит, это β, это вот что такое, ну, вот здесь пишем, так, ом2 в квадрате, 4b это 0 в квадрате минус 3, так, дальше, вот этот член, который у нас произведением является, да, мы его делим пополам, да, значит, это будет 2r0 в кубе ом2 в квадрате, да, так, тут тоже 2r0 в кубе ом2 в квадрате, и последний член это r0 в квадрате, и вот эта штука тоже должна быть больше 0 в квадрате, вот, ну, опять раскрываем, приводим подобное, ладно, давайте, у меня на доске уже тут не останется, поэтому сразу же результат, то есть вот этот определитель, дельта, после там всех преобразований получается равно вот так, вот это больше 0 в квадрате минус 3, и вот это больше 0 в квадрате. Отсюда находим, что β у нас должно быть больше, чем 3, деленное на r0 в квадрате. То есть смотрите, у нас есть два неравенства на β. одно, вот оно, β больше трех четвертых, да, а второе β больше трех. Ну понятно, что оба неравенства будут выполняться, тогда выполняется вот это верхнее правило. β больше трех деленное на r0 в квадрате. Ну и так, если мы берем β вот таким, да, а γ равен, ну, то есть это означает, что α тоже выражаем как-то через β, то есть на α тоже можно записать какое-то неравенство, да, то тогда у нас В, вот эта функция В будет положительно определенной квадратичной формой, вот, и, следовательно, ее минимум достигается этой формы в равновесии в начале координаты, значит эту функцию В можно выбрать в качестве функции Липунова. А поскольку у нас эта функция Липунова строилась из инвариантов, то автоматически выполняется, значит, условие, что В с точкой будет равняться нулю, да, с малой окрестностью равновесия, вот, и тогда согласно теореме Липунова это равновесие будет устойчивым, но не асимптотически устойчивым, да, но асимптотически устойчивым, да. Ну и вот таким образом мы нашли функцию Липунова и тем самым доказали, что круговые орбиты устойчивы, точно также можно поступить и для эллиптических орбит, вот, там немножко посложнее вычисление, но тем не менее как бы принципиально ничего нет там, вот. Так что, ну вот как видите, иногда функцию Липунова, чтобы построить, приходится довольно много повычислять, но тем не менее это всегда полезно, поскольку устойчивость очень важная вещь, ну не только в технике, но и физике. Вот. Ну пойдем теперь дальше. Так, есть вопросы по этой части? Вот функция Липунова мы на время закончили. Так, у нас перерыв что же, да? Сколько там? 10, 50, 30, 35, да, перерыв. Так, то, что мы вот сейчас сделали, если бы мы такую процедуру типа разложения в ряд и учет только флокотических членов проделали с функцией Лагранжа, ну или с функцией Мельтона, на том результате мы получили какие бы уравнения ближайшие? Линейные. Ну, линейные, да? Получили бы систему линейных уравнений. Поэтому вот возникает идея, а нельзя ли исследовать как-то устойчивость по линейному приближению, да, в системе уравнений. Ну и вот Липунов, значит, первый его метод, да, так и называется первый метод Липунова, значит, как раз предложил исследовать в своем первом методе устойчивость по линейному приближению. А то, что там, значит, связано с функцией Липунова, это уже второй метод Липунова, да? Ну и давайте мы вот тоже вернемся, значит, первому методу Липунова, и параграф следующий можно заглавить. Так, устойчивость по линейному приближению. Устойчивость по линейному приближению. Итак, пусть у нас имеется какое-то, ну там, состояние равновесия, да, которое описывается вверхом на функции Х0 от Т. Ну и есть возмущение над этим равновесием, которое описывается функцией Х. Ну тогда, значит, движение, вот, возмущенное движение, да, описывается функцией У, которая равна Х0 от Т плюс Х. И эта функция У, как мы с вами договорились, здесь удовлетворяет следующее, ну, следующему векторному уравнению, да, значит, И с точкой, это F, значит, F от И, да, вот это наша система уравнений. Или, если ее, ну, расписывать через компоненты, да, это Х0 от Т. Ну давайте теперь возьмем последнее уравнение, вот это вот компоненты, и подставим сюда тоже в компонентах, вот записываем через Х0 и Х. Ну получаем, получаем, значит, Х0 с точкой, так, Х0, ну вот они-то, давайте, с точкой, плюс Х0 с точкой, равно. А вот эту функцию F и Т, ну так, давай, тоже запишем вот так, F и Т, значит, это Х0 плюс Х, да, и вот эту функцию F и Т, размножим теперь в ряд по степеням Х, считая Х малым, да, ну, там в каждой системе есть какой-то параметр малости, а вот, значит, если бы у нас Х было безразмерное, то мы бы сказали, что вот Х по модулю, да, много, меньше единицы, да, это малость Х у нас, это не нравится, вот. Значит, разлагаем ряд, ну, стандартная процедура, значит, F и Т, 1,0, да, плюс, там, сумма ОЁ от 1 до n, это, значит, размерность на 1-система, размерность фазового пространства, D F и Т, ну, можно написать во всяком, ну, можно, например, D Y, значит, при Y Y, равном X Y, да, значит, умножить на X Y, так, и плюс оставшиеся члены, на которые мы объединим, ну, вот, в некоторую функцию X I, зависящие... где вот эта функция X I, ну, величина второго порядка малости, да, ну, величина второго порядка малости, вот, ну, величина второго порядка малости, вот, ну, и дальше введём обозначение, вот, Эта производная точки X0 является и кабианом перехода от координат F, допустим, координатами Y. Ну и как-то вот её иногда и везде в математической литературе обозначают буковкой Y, то есть Y, ну это вот матрица, да? Матрица Y, это вот такая, значит, эта матрица составлена вот из произвола. Ну давайте мы, чтобы не писать всё время вот эти производные, мы элементы этой матрицы будем A и Y, то есть A и Y, это вот эти производные точки X0. Ну и в результате всех этих преобразований получаем вот такую систему уравнений. Мы получаем такую систему уравнений. Значит, X, Y... Да, значит, почему... Ещё что мы тут должны сказать? Мы должны сказать, что нулевое приближение, да? Нулевое приближение удовлетворяет уравнению. X0 и Y с точкой равно F от X0, да? Вот так. И поэтому вот эти члены мы помогли не учитывать, да? В результате у нас остаётся X0 с точкой равно сумма F от Y, я какие-то пределы не буду писать, A и Y на XY плюс X1 большое от X. Вот вся нелинейность у нас содержится теперь в функции X большое, да? В принципе, значит, мы можем такое уравнение писать и не считая, что у нас X мало, да? То есть не требуя вот этого, мы можем вот уравнение для возмущений всегда написать в таком виде. Но поскольку мы ограничиваемся, значит, малой окрестностью равновесия, да? То в линейном приближении мы можем вот эти квадратичные слагальную выкинуть, да? X большое выкинуть и считать, что у нас система уравнений... Ну вот нам ещё и границы я не буду стирать, но вот после выкидывания у нас, значит, получится такая система уравнения X и Y с точкой равно сумма F от Y, а Y и X . Вот это линейная система, да, которая описывает нам динамику возмущения над равновесным состоянием. Ну давайте посмотрим, что можно с этой системой сделать. Ну, во-первых, раз система линейная, то можно бы попробовать принести её к главным осям, что ли, да? То есть с помощью какого-то линейного преобразования расцепить уравнение в этой системе. Ну, то есть идея в чём состоит, что вот мы переходим от координат X , координат, ну, допустим, Z , которые равняются там сумма и уравнение в том, что уравнение X . После чего вот в этих новых координатах наша система дифференциальных уравнений расцепляется на N независимых уравнений вот такого вида. Z , Z , Z . Знакома вам эта процедура? С диффуровью вы проделали такое или нет? Ну, я понимаю, линейные алгебры там в тезерном исчисление было с диффурами. Вы помните, да? Ну, ладно, давайте проделаем это. То есть, смотрите, у нас, если вот такое преобразование существует, да? от X к Z, то у нас вместо вот этой линейной системы, от системы для X получается некая система для Z, да? Которая уже, собственно, системой не является. Это независимое уравнение, да? Видите? Затытое, затытое, да? Ну, давайте. Значит, как можно... Вот что такое λ, да? Вот это λ, что такое? Давайте посмотрим, чему должно λ это указать. Ну, поступаем следующим образом. Значит, берём вот это вот выражение для Z и находим Z с точкой, да? Вот отсюда. Значит, Z с точкой. Затытое с точкой равно... Значит, это сумма bk, а это лькатое, xктое с точкой. А xктое с точкой, ну, вот удовлетворяет вот этой системе. Ну, только индексы наказывают, да? Значит, это будет... Так, ну, давай вот так. Сумма там... Давайте, ладно, пока перейдем. Запишем так... Сумма по kj, да? kj, kj, а... Так... Ну, ладно, а написал, хорошо. А, kj, альфа и k, значит, xk, вот так. Значит, и это равно должно уравняться, вот согласно вот этому уравнению, которое мы стремимся получить, значит, лябда итое на z итое. Ну, а z итое мы тоже можем вот расписать по такой формуле. Значит, ну, давайте тоже... Вот у нас тут xy, и там мы xy поставим. Здесь сумма тоже по y. Значит, на сумму по y, а альфа и y. Ну, теперь берем два последних... Ну, последнее равенство, да? Переносим всё в одну сторону и выделяем сумму по y. Значит, сумма по y общее... Ну, там xy общее, да? Так, ну ладно, xy давайте мы в конце напишем. Значит, a, k... Так, дальше... Так, сумма по k... А, k, y, значит, альфа и k, да? Минус лябда и альфа и y. Так, ну ладно. А, да, на xy. На xy, может, на xy. Вот. Ну, при любых xy, это равенство равно нулю, когда равна нулю скобка. Значит, я вот тут не переписываю, просто выделяю эту скобку и равна нулю, да? Вот. И мы можем ещё записать это выражение в другом виде. Ведь мы можем рассматривать это выражение как систему уравнений на альфа. И, значит, записать вот так. Значит, сумма по k... А, k, y, минус лябда и t на дельта ка й, да? Альфа, альфа и и ка. Вот так. Согласны, да? Ну и что мы видим? Это система линейных уравнений, ну вот, на коэффициенты альфа и k, да? Ну, вообще говоря, система как бы не всегда решается однозначно, поскольку уравнений у нас, ну, n штук, да? А вот этих альфа и k в общем случае n в квадрате, да? То есть мы её, в самом общем, из этой системы все альфа и k не можем найти. Ну вот в каких-то частных случаях там, да, вот, мы можем все альфа и k найти эту систему. Если, значит, эта система решается, да, то есть... то тогда, поскольку это линейные уравнения, то тогда, значит, нетривиальное решение у неё существует, если равен нулю определителе этой системе. То есть детерминат, значит, a, k, y, минус, ln, d, d, k, y, должен равняться нулю. Ну и, собственно, значит, отсюда мы можем найти вот эти лям-да-итая, да? То есть, по сути дела, лям-да-итая являются собственными значениями матрицы А, да? Он матрицы Й, которая инвестер, вот этого якобиана, да? То есть лям-да-итая, вот лям-да-1 и так далее из n значений мы можем рассматривать как решение вот такой системы уравнения. То есть, если лям-да берём вот такие, да, то вот это у нас будет автоматически выполняться равенство, да? Если лям-да, так и говоря, вот этому гарнему, то тогда автоматически при подстановке их сюда получим вот это равенство. То есть лям-да-это собственные значения матрицы Й. Вот. Ну и тогда, значит, чтобы их найти, надо вот эти лям-да найти, да? Вот это уравнение решить, да? И если оно решается, то тогда мы сводим нашу систему вот к такому виду для z. Для z получаем вот такое уравнение. То есть преобразование такое существует, и мы получаем вот такие уравнения для z. Ну, опять-таки, видите, у меня тут куча оговорок всяких, если удастся решить и так далее. Вот это означает, что, конечно, не всегда так можно сделать, вот. Но, тем не менее, мы вот рассматриваем такие системы, где можно так сделать. Это, значит, вот первое ограничение. Ну и, во-вторых, для простоты будем считать дальше, что все лям-да различны у нас, да? Вообще говоря, лям-да могут быть комплексными, и они являются комплексными. И тогда надо еще нам определиться, в каком смысле вот эту систему уравнений для z понимать, да? Ведь нас, вообще говоря, интересуют вещественные функции. Ну, понятно, что это там реальные и унимые части надо рассматривать, но мы потом об этом с вами поговорим. То есть, если лям-да комплексная, то z тоже должно быть комплексными. Тогда мы интересуемся реальными и униевыми числями z. Ну вот. Итак, предположим, все у нас существует, все хорошо, и мы свели нашу линеаризованную систему к такому виду. А, кстати, нелинейную систему мы тоже ведь можем записать в переменных z, правильно? Мы можем применить вот это преобразование, вот, нелинейной системе, вот, вверх. Ну, тогда линейная часть у нас запишется вот в таком виде, да? значит, это, ну так, z, z, z с точкой, равновемой i, z, z, z плюс, ну, вот тут какая-то функция преобразованная, вот x, там в координатах z, давайте мы в z обозначим, z большое и z, z, z. от z. То есть понятно, что функция x от x зависит от своего аргумента x по-другому, чем функция z зависит от z, поэтому надо функцию переобозначить. Если в линейном случае у нас уравнения расцеплялись, то в нелинейном за счет нелинейности z содержит все аргументы. У нас система не расцепляется. Ну и дальше мы будем возвращаться к этой форме записи еще, но пока ее отметим, что можно в таком виде переменной z. Итак, анализируем теперь линейное приближение. Значит, вы меня останавливаете, если я тут как-то начну увлекаться. Так, анализируем линейное приближение, z записываем вот в таком, то есть уравнение записываем z в таком виде. Ну и решение его. Ну давайте только и тут у нас и нехорошо. Ну и индекс k, допустим, давайте вот здесь поставим. Поскольку и сейчас мы будем обозначать у него единицу, чтобы у нас много их и не было. Вот так. Значит, решение каждого из этих уравнений z, k, t, мы можем записать в виде вот в каком-то таком, ну ладно, почему бы, а, k, t, e в степени λ, k, t. То есть решение каждого из этих уравнений – это экспонент. λ, k, t у нас вообще говоря комплексная, то есть мы можем записать это как . И давайте рассмотрим модуль комплексной функции z, k. Значит, ну это модуль а, да, а, k, t может на модуль экспоненты, и в степени λ, k, t. Ну, модуль а – это число какое-то вещественное, модуль экспоненты. Чему радио? Нам закатывает t, t. То есть нас по сути дела интересует случай, когда вот этот z будет ограничено, тогда движение у нас устойчивое. Ну понятно, да? То есть есть невозмущённая траектория, если возмущённая болтается в ограниченной области, то движение устойчивое, да? Ну вот расписываем. Значит, это модуль e в степени, значит, гамма, k, t, n, 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 n. На модуль e в степени и милка опять. Вот так. Модуль вот этой мнимой экспоненте чему равен? Единицы. Все понимают, что вот это равно единице. Да, да. Значит, это единица, значит, ну давайте, поэтому остаётся, вот я её стираю, поэтому остаётся вот что, да? А тут экспонентно положительная вещь, вот тут тоже можно убрать. Вот так. Что? Не согласны, что единица? Я уже думал консенсус. Ну хорошо. Вот так, да? Значит... Ну, итак, мы видим, что ограниченность модуля вот этой экспоненты, ну вот, значит, самой экспоненты, зависит от реальной части, вот этой гамма-ката, которая равна реальной части гамма-ката. И возможны три случая. Значит, первый случай, когда все, то есть для любого х, да, все вот эти реальные части гамма-ката отрицательны. В этом случае, значит, при Т, стремящемся к бесконечности, у нас Z, откатая, там Z стремится к нулю, ну а значит и X тоже стремится к нулю, да? Раз Z мы можем вот обратное преобразование рассмотреть тоже линейное, то есть и X стремится к нулю, да? И X стремится к нулю, да? И X стремится к нулю, да? То есть на бесконечности невозмущенное и возмущенное движение соединяются, это говорит о чем? Об асинтетической устойчивости, да? Весь этот случай соответствует асинтетической устойчивости по линейному приближению, да? Ну второй случай, противоположный этому, да? То есть мы должны взять отрицание от первого, значит, тогда что будет сказать? Существует какой-то кат, да? Для которого хоть одна там какая-то вот для этого к реальная часть будет больше нуля. Ну ноль мы должны отдельно рассмотреть. В этом случае у нас при T стремящемся к бесконечности экспонента будет возрастать, да? Значит, ну и Z, K, T будет стремиться тоже к бесконечности, и X будет стремиться к бесконечности, да? Значит, движение будет неустойчивым по линейному приближению, да? Неустойчивым. Ну, собственно, вот эти два случая соответствуют теоремам Липунова, да? Об устойчивости по линейному приближению. Значит, если среди корней характеристического уравнения все отрицательны, то движение асинтетически устойчивое, если хоть один положительный, то неустойчивое. вот это две теоремы. Ну я их как одну сформулирую, но тут, конечно, две теоремы. Одна и вторая, первая и вторая. Их можно доказать более строго, значит, показав вот какой факт, что если, значит, вот в этих случаях у нас имеется устойчивость по линейному приближению, допустим, в первом случае, то имеется неустойчивость, значит, вот в этом, в нелинейном уравнении, да? То есть нелинейные члены у нас никак на устойчивости не сказываются. И точно так же, если неустойчивость имеется по линейному приближению, то нелинейные члены тоже не сказываются на этой неустойчивости, да? То есть вот в этих случаях достаточно... То есть вот это Z никак не влияет на устойчивость, да? То есть в этих случаях достаточно исследовать устойчивость по линейному приближению. Ну теперь остается особый случай, он так и называется, особый случай, когда хоть одно, ну вот для какого-то там k, ну одно или несколько, значит, гамма-к, реальных частей, одно или несколько. Ну, казалось бы, вот так, если чисто формально рассуждать, у нас ведь функция экспонента ограничена, да, если, ну там остальные у нас, ну вот предположим, случай, когда, значит, несколько реальных частей, равны нулю, а остальные меньше нуля, да. Кажется формально, у нас должна устойчивость, правильно? Ну там, по части переменных стремится асинтетически нулю, да, функция, а по части переменных она ограничена. Правильно? Кажется устойчивость. Но вот, к сожалению, вот здесь сказываются недостатки линейного предвижения. Дело в том, что иногда действительно так, а иногда не так. То есть судить, вот в этом случае определенно судить об устойчивости или неустойчивости системы по линейному предвижению нельзя. То есть в этом случае требуется как раз исследование нелинейных членов, исследование нелинейной задачи об устойчивости. Ну и чтобы не быть белословными, давайте пример приведем. Пример. Ну вот такой. Пример у нас вот такой. Ну опять возвращаемся к нашей любимой системе. Значит, какая у нас самая любимая система? Какая? Осциллятор. Ну вот, осциллятор это вот, да, мы у нас, значит, теперь все нелинейное, да? Орбита. Нет, орбита это да, это вот интересный случай, но тем не менее я вот все время стараюсь демонстрировать надвижение с одной степенью свободы под действием в каком-то потенциальном силе и с сопротивлением. Очень богатая физическая система оказывается. И вот мы давайте опять, пусть у нас имеется среда с сопротивлением, а функция Лагранжа, ну вот пусть там переменная q обобщенная координата будет, потому что x мы потом займем, да? Значит, вот такая. n в кусточках квадрата пополам кинетическая энергия, да? Дальше минус, минус, да? Вот давайте так запишем. Каппа альфа плюс 1, q альфа плюс 1, где альфа целое число больше либо равен 1. Ну то есть что? Вот это кинетическое энергия, да? Вот это потенциальное энергия, то есть движение в степенном потенциале у нас вот в таком-то, да? Вот это такой специально подобранный потенциал. И еще в среде, где имеется вязкое сопротивление, ну пусть оно для простоты линейное, то есть минус, там, b, допустим, коэффициент вязкости на 2 точки. Ну, в принципе, можно уравнение в ограждении и так далее. Давайте вот со стороны гамильтона. Система натуральная, функция гамильтона равна обобщенной энергии, а обобщенный импульс у нас чему равен? Это dA плюс точкой, это n. Опять неохота мне это n писать, но n плюс точкой. Значит, отсюда находим пус точкой, это p на n, да, и подставляем в полную энергию, да? Представляем ваш, это t плюс 1. Значит, это слэс-форография на 2n будет. Вот такой вот n. Значит, плюс, плюс теперь. Капа альфа плюс 1 и альфа плюс 1. Ну, кстати, тут то, что вот этот множитель альфа плюс 1 выбран, это чисто для удобства, да? Понятно, что вот это все можно другой буковкой обозначить, да? Вот мы хотим некую специфику подчеркнуть, поэтому так и записывать. Вот это функция гамильтона. Теперь уравнение гамильтона. Ну, давайте, значит, p, пусть q у нас, q это x1, а p это x2, да? И вот здесь мы должны учитывать вот эту диссипативную силу, да? в втором уровне. Значит, ну, что у нас? Ну, давайте, диссипативная сила, это β, β, деленная на... там, с точкой стояла, β, деленная на n, на x2, да? Здесь x2 в квадрате, а здесь x1 в квадрате, да? Переменный x у нас. Все вот так запишется. Ну, тогда, значит, x1 с точкой это x2, деленная на n, ну, что, собственно, вот это и означает, да? Вот. А x2 с точкой равно, значит, минус, значит, x1 в степени альфа, да? минус β, деленная на n, на x2. Вот. Так, согласны, да? Вот. Ну, теперь, поскольку мы о линейном приближении говорим, давайте линеаризуем это. Что, перерыв уже, да? Нет? Ну, что, так, на часы посмотрели, а потом на меня. Подумал, уже... Значит... Так, да. Так. В общем, перерыв, да? А говорить или нет? Ну, ладно. Ну, что делать? Придется начать вот с этого случая. Да, вот. Минут десять, потому что нет. Для перерыва. Ну,无 loading. Да, вот не преодоление. МылицSS不要ли не阿лаху, да? Но... Продолжение следует...